приветствую друзья с вами канал про такси сегодня хотел бы буквально пару слов о таксометре тут недавно на замечательном канале тоже таксоблогер значит свои люди в такси это можно сказать там мэтры уже по сравнению со мной мэтры значит был сюжет о том что в новой версии таксометра яндекс отслеживает скорость перемещения машины и если вы по мнению яндекса превышаете скорость то соответственно вас блокируют за какое количество превышений не очень понятно но за какое то то есть не за единичный случай но в целом вас могут заблокировать из-за того что вы превышаете скорость и казалось бы но в чем проблема да не превышайте скорость и будет вам счастье не все так просто дело в том что по мнению яндекса вы превышаете скорость а на самом деле нет это очень легко на определенном участке дороги например яндекс считает установлен знак ограничения там 40 а на самом деле 60 или яндекс считает что ограничение там 60 на данном участке дороги давно уже 90 например за городом на трассе там населенный пункт вдруг стал на синем фоне обозначаться да яндекс считает что все еще на белом и таким образом вам приписывать нарушение скорости которого не был значит бывает также что глючит таксометр вообще считает что вы едете рывками то есть обращальное внимание на этом тут же навигатор он запас опозданием во первых показывает ваше местоположение во вторых он показывает и норай что вы едете медленно потом вдруг резко ускорились снова едете медленно хотя вы на самом деле достаточно равномерно держится скорость вот значит ну помимо этого есть еще много разных нюансов с каждым обновлением таксометра какой-нибудь косяк да вылезает я могу что перечислить не отключается звук ну например вот в той версии таксометра у меня предпоследнее стоит наверно не обновлялся еще на последнее а может уже и последнее значит не отключается звук проговаривания сообщений ставишь галочку снимаешь галочку никакой разницы она все равно говорит добро пожаловать индекс такси и все хоть ты тресни вот приходится убавлять звук на минимум но тогда это на все другие приложения в общем распространяется мне другие приложения нужны со звуком вот значит далее приложение не выгружается из памяти но от реально замечали до выключил таксометр открываешь диспетчер задач показывает что таксометр есть и отслеживает ваши координаты ты стираешь его из памяти снова там стираешь снова там закроешь все перезагрузишь телефон никакого таксометра нет оставишь телефон на столе через несколько часов смотришь об таксометр опять в значках уведомлений наверху то есть диспетчере задач его нет а в уведомлений есть фоновая активность отключает без разницы он берет и загружается сам когда ему надо то есть таксометр за вами бдит постоянно дальше тормозит с каждым обновлением таксометра он работает и медленнее и медленнее на в общем то не слабых аппаратов далее значит мгновенно запускает навигатор то есть последняя версия таксометра даже уже начиная пару версий назад ты нажимаешь кнопку в пути и если у тебя стоит автоматическое открытие навигатора он мгновенно запускает ты даже не успеваешь посмотреть сколько стоимость поездки потому что ты же видишь это только после нажатия кнопки в пути а тут раз и все и сразу навигатор при этом может жутко тормозить в любых других других аспектах но как только ты запускаешь нажимаешь в пути запускаешь навигатор тот открывается мгновенно приходится возвращаться смотреть сколько стоит для того чтобы с пассажирами поговорить потом что еще хочу сказать если вам вообще в принципе по какой-то причине не нравится таксометр новые версии его то во первых вам нужно сразу отключить автоматическое обновление запретить это в настройках вот а во вторых вы можете скачать как тут подсказали некоторые подписчики зрители канала значит можно скачать старой версии таксометра ссылочки я оставлю в описании на эту страницу большое спасибо тем кто эти ссылочки прислал но я решил отдельно видео по этому поводу запилить все эти версии таксометра работают единственное что вам необходимо обязательно очистить удалить текущую версию таксометра очистить кэш приложения предварительно потому что иначе все это останется в памяти желательно воспользоваться какой-нибудь утилитой которая все это очищает и поставить ту версию таксометра которая вот максимально старая у вас работает допустим чего-то в ней не хватает ну поставьте там на одну версию посвежее вот но постоянно вот обновляться на последней версии таксометра не рекомендую может быть всякое ну на этом все не дайте себя обмануть до встречи